Приветствую! Видеоблогер Екатерина Снытко и в руках я держу многострадальную драцену. Если у вас возникает вопрос, как укоренить черенок драцены, то послушайте моего совета. Вот этот черенок я посадила в хороший грунт кокосово-торфопесчаный. Грунт замечательный, простояло это растение месяц, и смотрю, начали листочки становиться коричневыми. Я срочно установила воду. И вот, смотрите, какая прелесть, правда? Вот такие корешочки дала драцена душистая, и теперь я смогу ее посадить. Сегодня и завтра по лунному календарю хорошие посадочные дни. Сегодня 16 мая. И, конечно, я в эти дни постараюсь посадить этот замечательный черенок. Итак, укоренение происходит лучше в воде. Если начнет загнивать в воде, добавьте уголь активированный. Если не поможет, поменяйте место. Отнесите на юг, на запад. Постарайтесь найти оптимальный вариант и следите, как себя чувствуют растения. Я поменяла место, дала ему воду отстоянную, и все. И черенок вот-вот вон на тебя. Да, хорошие корешочки. Ура-ура! Про эту драцену у меня был фильм, как она у меня умирала. Но вот, слава богу, чувствует себя хорошо. А вот это росток драцены, который я срезала отсюда. Моя задача – посадить их вместе. Но, как помните из фильма, или, если не помните, посмотрите фильм. Вот ссылочка. Эта драцина у меня была в большом горшке, но пришлось все меньше и меньше ставить горшок, чтобы корневая система пришла в норму. Поэтому я сейчас возьму, видите, новый горшок. Чтобы не ругали меня, а то обычно пишут. Берете старый горшок. И что же я сейчас сделаю? Установлю дренаж. Я воспользуюсь галькой. Грунт я сделаю сборный. Видите, здесь лесная земля, здесь песок, кокосовый субстрат. И добавлю еще немножко перлита. Перлит у нас продается вот в таких упаковочках. Мне больше нравится самой составлять грунт, чем покупать готовый. Так я знаю, как у меня будут расти, в чем будут расти растения. А если грунт покупной, то неизвестно, что же там намешано. Вот так. Поэтому всегда приобретаю составные части. Вот он мой горшок. На дно выкладываю слой субстрата. И смотрите, что я делаю. Я устанавливаю сюда этот горшок. Знаете почему? Я не хочу тревожить. Я лучше пересажу еще раз, где-то месяца через два. По августе. Пусть это растение чувствует себя хорошо вот в этом грунте. Со всех сторон добавлю грунт. И с той стороны грунта, конечно, пойдет довольно много. Поэтому стоит делать заранее большое количество грунта. Даже если я не закрою этот горшок, не страшно. И теперь смотрите, что я делаю. Я делаю отверстие и сажаю сюда мою укорененную драцену. Вот этому растению, укорененной драцене душистой, будет достаточно здесь места. Это тоже себя будет чувствовать хорошо. Единственное, я сейчас пролью грунт. Если покажется, что так некрасиво, да, можно будет еще немножко добавить грунта. Но вы видите, что грунта ушло много, а мне немного жаль. Все-таки расход грунта большой, а растений сажать надо много. Ну и теперь я пролью вот эту часть, что посадила. Так, пусть корешкам будет влажно. Вот так вот. Так что моя драцена, сильно она пострадала. Не хотела она укореняться в кокосово-торфяно-песчаном субстрате. Ну и вот сейчас она у меня будет выглядеть вот так. И, конечно, я ее отправляю в дом. Я не хочу, чтобы она мучилась. Конечно, так и видны на каждом листочке. Видно, что драцена страдала. Видите, желтые кончики. Ну, буду надеяться, что пойдут новые. Хотя и у молодых тоже, тоже желтые кончики. Ну что ж, надежда, что ей понравится такое соседство. И все образуется. Вот такой маленький сюжетик. Так что если у вас растение мучается, желтеют листья, проверяйте, что с корнем не так. Если не захотите посмотреть весь фильм, то я скажу, что там было 4 дождевых червя. И они съели все корешочки. И драцена просто умирала. Мне пришлось ее спасать. Но видите, я ее все-таки спасла. Видеоблогер Екатерина Снетко. И если понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. Как себя чувствуют ваши цветочки. Всего доброго. Криково, молодого. Вот такая у нас красота. Красиво, красиво. И уже слава богу, что можно все делать во дворе. Все пересадки, все грязные работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.